Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. На новогоднем аукционе обновилась цена. Это значит, что появилась четвертая волна танков. Добавили три машины. Т-54Е2, словно известная акула. Машина очень крутая и действительно стоит того, чтобы ее себе прикупить. Вопрос просто ценника. Ну а так, я очень рекомендую данную тачку, особенно новичкам в нашей игре, потому что машина очень результативна и прощает огромное количество ошибок. Также выставили на продажу Шкоду Т-27. Я бы сказал, на любителя. Прикольный средний танчик с барабаном, но все-таки далеко не у каждого танкиста. Хватит сноровки на то, чтобы данную машину приручить и давать на ней действительно хорошие результаты и качественно на ней отыгрывать. И также, ребят, появился на продаже Т-44-85. И, ребят, я сразу обращаю ваше внимание для новичков. Не путайте его, пожалуйста, с Руди. Вот так выглядит Руди. И мне уже просто написали по поводу того, что о, Руди на продаже. Нет, ребят, это не Руди. Руди это Т-34-85. А это Т-44-85. Принципиально две разных тачки. Хотя очень похожи в названиях и в чем-то похожи во внешнем виде. Что касается ценников, ребят. Ценники, ну, я бы сказал, просто стандартная цена голых машин при стандартной продаже в магазине. Давайте пройдемся по цене. 8,5 просит сейчас за Т-54Е2. И я бы сказал, что на этой четвертой волне он является лидером. Ну и, соответственно, на него, скорее всего, будет самый большой спрос. Так вот, ребят, 8,5 тысяч. Ранее машина, ну, правда, 7 месяцев назад продавалась тоже за 8,5 в голом состоянии. А значит, что сейчас на аукционе это абсолютно стандартизированный ценник на нее. Цена упадет на 750 голды. И через 24 часа, как вы видите, цена будет уже 7,750. Я бы не торопился приобретать себе данную машину, пока цена не опустится в два раза. То есть, пока не будет двух обновлений цены в сторону понижения. Ну и тогда уже точно надо брать эту машину. Она действительно этого стоит. И в своем видео я, в принципе, так и писал, брать всем. Потому что это действительно очень крутой тяжелый танк на восьмом уровне. С хорошей, классной броней, с хорошей приведенкой. С вполне себе нормальной подвижностью. Короче говоря, порадует большое количество танкистов, которые любят тяжелые танки погонять в рандоме. Что касается Шкоды Т-27, то 7 тысяч за нее просят. И обратите внимание, буквально месяц назад данная машина в голом состоянии продавалась за 6,5. То есть, сейчас на аукцион тачка вышла на тысячу дороже, нежели... Нет, не на тысячу. На 500, простите. На 500 голды дороже, нежели она выставлялась раньше в голом состоянии. Через одно обновление цены машина подешевеет и приравняется к нормальному обычному ценнику за голое состояние. И только потом она станет, скорее всего, где-то на 250 или на 500 голды дешевле. Но все равно, я думаю, что за 6 тысяч данную машину должны покупать себе только острые любители игры на барабанных орудиях. Потому что тачка картонная и, как я уже говорил, требует сноровки. Поэтому бросаться на Шкоду Т-27 в 7 поголовно, особенно новичкам, однозначно не стоит. Ну и что касается Т-44-85. За него просят 4000 с золотом. Раньше его продавали, как вы видите, 5 месяцев назад. Выходил в голом состоянии за 3500 голды. И даже тогда я говорил, что эта машина не стоит вашего внимания. Он не настолько интересен и какого-то интересного геймплея не приносит. Ну и, как вы видите, 4000 дальше подешевеет до 3750. И даже в этом случае вот эта цена не будет равна стандартной простой продаже в голом состоянии. Вообще, честно говоря, такие машины, как Т-44-85 или, допустим, тот же самый Type 62 или Черепаха МК-1. Это все машины, которые, если и приобретать, то либо прям совсем очень-очень любителям всякой всячины, которая не сильно результативная, либо, ребят, наверное, коллекционерам. Ну вот как-то так. А вот что касается тех игроков, у которых мало голды и они хотят прикупить себе действительно что-то стоящее, то я бы рекомендовал из всего этого списка в первую очередь обратить внимание на Т-54Е2. Нестареющая легенда Акула до сих пор разрывает даже, даже, ребят, в не сильно умелых руках. Я побежал снимать следующее видео, в которых я выкачу из ангара каждую из этих трех тачек, которые сейчас появились на продаже. Для того, чтобы показать эти машины не во всей красе, а показать, на что они действительно способны, ну и чтобы вы понимали, имеет ли вам смысл тратить вашу голду на приобретение данных машин, ну и плюс-минус понимали, сколько стоит за эти машины отдать или сколько вы готовы за них заплатить. Наверное, так будет более правильным высказыванием. Я побежал снимать, ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал прямо сейчас и ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропустить выход видео. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.